Халвинг биткоина состоялся, в каких странах больше всего майнят криптовалюты и когда будет запущен Ethereum 2.0. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Главная новость криптовалютного мира. 11 мая в сети биткоина состоялся третий в истории халвинг. Халвинг – это уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление имя нового блока в блокчейн. Сатоши Накамото программно заложил халвинг в сети биткоина через каждые 210 тысяч блоков, то есть раз в 4 года, вплоть до того момента, когда с добычей 21 миллиона монет, предположительно в 2140 году, эмиссия криптовалюты будет закончена. Представители Binance Research отметили, что снижение награды за найденный блок заставило часть майнеров переключиться на добычу биткоин-кэш. Хешрейт этого блокчейна вырос более чем на 130%. На данный момент цена биткоина, которая до халвинга достигала 10 тысяч долларов, сейчас опустилась до уровня 8700. И пользуясь моментом, хочу посоветовать вам заглянуть в описание под видео, где есть ссылка на криптовалюту швейцарского банка Дукаскопи – Дукаскоине. Курс криптовалюты вы видите на своих экранах, а более подробная информация – по ссылке в описании. Кстати, при открытии счета каждый новый клиент получает бонус в размере пяти токенов. Не поленитесь и проверьте сами. К следующей новости. Команда из Кембриджского университета выпустила инструмент, отслеживающий страны с наивысшей активностью по добыче биткоина. Он представляет собой карту, на которой видны страны с наибольшей долей ежемесячного хешрейтой сети биткоина, для насыщенного майнинговыми компаниями Китая, данные разбиты по провинциям. Согласно карте, на КНР приходится 65% общего хешрейта биткоина. В США и России этот показатель составляет 7%. Данные подгружаются с трех майнинг-пулов – BTC.com, Poolin и ViaBTC. Но по заявлению представителя проекта, карта охватывает примерно 37% от общего мирового хешрейта. Сбор данных усложняет тот факт, что многие майнеры используют VPN для сокрытия IP-адресов. А вот Виталик Бутерин подтвердил, что широко ожидаемый старт перехода экосистемы Ethereum в стадию 2.0 планируется на 30 июля. Ожидается, что при запуске нулевой фазы основной сети Ethereum 2.0 будут пересмотрены расчеты стоимости газа, синхронизация клиентов и принципы изменения комиссий. Переход на Proof of Stake увеличит пропускную способность сети. Ранее предполагаемый запуск Ethereum 2.0 неоднократно откладывался. Изначально он был запланирован на 3 января. В дальнейшем разработчики перенесли дату на второй квартал и до последнего выступления Бутерина не было определенности, удастся ли реализовать эти планы в июле. И это была последняя новость на сегодня. Спасибо за просмотр и не забудьте ознакомиться с проектом DukasCoin, ссылка на который находится в описании, а также подписывайтесь на нас в других социальных сетях. Хорошего вам дня и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok